Город в целом скоро станет ярким и красочным. Во Владикавказе началась подготовка к благоустройству и озеленению. Администрация обещает, что будет красиво. Самые оживленные площади украсят многолетними насаждениями и яркими цветами. Как готовится город к весне, расскажет Алина Габуева. Совсем скоро эти пустые клумбы превратятся в настоящий цветник. На самых оживленных и популярных площадях и набережных города посадят неприхотливые однолетние растения. Например, тагетисы или агератумы. Эти цветы знакомы каждому. Оттенки растений разнообразны. Желтые, красные, белые и даже золотистые. А ухаживать за ними совсем просто. Нужен только полив. Очень бывает приятно, когда выходишь, вокруг все зеленое, красивое, цветет, пахнет. Очень радует глаз, весеннее настроение. В администрации говорят, порадуют горожаны тюльпанами. Они украсят самые оживленные городские площади. По многочисленным просьбам жителей города мы осуществили посадку тюльпанов. Они нас будут уже радовать ранней весной. Также будет осуществлена реконструкция газонов, выкашивание. Продолжается снос и обрезка деревьев. В администрации подчеркивают, работают совместно с госавтоинспекцией. Обрезают зеленые насаждения рядом с дорожными знаками и светофорами. Здесь жители города тоже должны нас правильно понять, потому что возникают многочисленные вопросы. Зачем и когда мы это делаем. Все в рамках требований гостов. Также мы привлекаем к нашей работе общественные организации, Министерство природных ресурсов и экологии. С их участием мы проводим смотр, изучаем состояние зеленого фонда. Смотреть приятно, а вот некоторые недобросовестные граждане этим пользуются. Из отрицательных моментов то, что наблюдается случай краж. Сейчас я в данном случае специально не буду перечислять объекты, на которых мы осуществляем озеленение в связи с этой неприятной ситуацией. Просьба к жителям нашего города помогать нам и как-то заботиться об окружающей среде. А некоторые жители считают, что заниматься благоустройством должны не только городские службы, но и сами люди. Надо, чтобы все люди тоже подключились около своих дворов, в своих домах. Надо, чтобы высаживали цветочки, ухаживали за ними, следили. Правда, такого мнения лишь единицы. На деле ситуация обстоит совсем по-другому. Ежегодно администрация местного самоуправления по всему городу устанавливает сотни таких вот кашпо. Это так называемые декоративные вазы с горшками для цветов. Но многие недобросовестные жители республики либо кидают туда мусор, либо считают своим долгом обязательно сломать кашпо. Поэтому остается только надеяться, что все мы, жители республики, научимся ценить ту красоту, которую для нас создают. Алина Габуева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.